Отчаяние охватило его и сразу не стало сил. Будь что будет, отрешенно подумал он. В лес бесшумно, как сова, прилетела ночь. А с нею и холод. Васютка почувствовал, как стынен взмокший от пота одежда. Тайга наша кормилица хлипких не любит, вспомнились ему слова отца и дедушки. И он стал подпоминать все, чему его учили, что знал из рассказов рыбаков и охотников. Первонаперво надо развести огонь. Ладно, что спички захватило с дому. Васютка обломал нижние сухие ветки у дерева, ощупью сорвал кучок сухого мха бородача, искрошил мелко сучки, сложил все в кучу и поджег. Огонек, покачиваясь, неуверенно пополз по сучкам. Мох вспыхнул, вокруг посветлело. Васютка подбросил еще веток. Между деревьями зашарахались тени, темнота отступила подальше. Монотонно зудя, на огонь налетело несколько комаров, веселее с ними. Надо было запастись на ночь дровами. Васютка, не щадя рук, наломал сучьев, приволок сухую валежину, выворотил старый пень. Вытащив из мешка краюшку хлеба, вздохнул и с тоской подумал. Плачет поди, мамка. Ему тоже захотелось плакать, но он переборол себя и, ощипав лухаря, начал перочинным ножиком потрошить его. Потом сгреб костер в одну сторону, на горящем месте выкопал ямку и положил туда птицу. Плотно закрыл ее мхом, присыпал горячей землей, золой, углями, сверху положил пылающие головни и подбросил дров. Через час примерно он раскопал глухаря. От птицы шел пар и аппетитный запах. Глухарь упрел в собственном соку. Охотнище блюдо. Но без соли какой же вкус? Васютка через силу глотал пресное мясо. Эх, дурила, дурила, сколько этой соли в бочках на берегу. Что стоило горточку в карман сыпануть? Укорял он себя. Потом он вспомнил, что мешок, который он взял для шишек, был из-под соли и торопливо вывернул его. Из уголков мешка он выковырял щепотку грязных кристалликов, раздавил их на прикладе ружья и через силу улыбнулся. Живем! Поужинав, Васютка сложила остатки еды в мешок, повесила его на сук, чтобы мышь или кто-нибудь еще не добрался до харчей, и принялся готовить место для ночлега. Он перенес в сторону костер, убрал все угольки, набросал веток с хвоей, мху и лег, накрывшись телогрейкой. Снизу подогревало. Занятый хлопотами, Васютка не так остро чувствовал одиночество. Но стоило лечь и задуматься, как тревога начала одолевать его с новой силой. Заполярная тайга не страшна зверьем. Медвей здесь редкий житель. Болков нет, змей тоже. Бывают, встречаются рыси и блудливые песцы. Но осенью корма для них полно в лесу, едва ли они могли позариться на Васюткины запасы. И все-таки было жутко. Он зарядил одноствольную переломку, взвел курок и положил ружье рядом. Спать! Не прошло и пяти минут, как Васютка почувствовал, что к нему кто-то крадется. Он открыл глаза и замер. Да, крадется. Шаг, второй, шорох, вздох. Кто-то медленно и осторожно идет по мху. Васютка боязливо поворачивает голову и неподалеку от костра видит что-то темное, большое. Сейчас оно стоит, не шевелится. Мальчик напряженно вглядывается и начинает различать вздетые к небу ни то руки, ни то лапы. Васютка не дышит. Что это? В глазах от напряжения рябит. Нет больше сил сдерживать дыхание. Но он вскакивает, направляет ружье на это темное. Кто такой? А ну подходи! Не то садану, корте еще! В ответ ни звука. Васютка еще некоторое время стоит неподвижно, потом медленно опускает ружье и облизывает пересохшие губы. В самом деле, что там может быть, мучается он и еще раз кричит. Я говорю, не прячься, а то хуже будет! Тишина. Васютка рукавом утирает пот со лба и, набравшись храбрости, решительно направляется в сторону темного предмета. Ох, окаянный! Облегченно вздыхает он, увидит перед собой огромный корень-выворотень. Ну и трус же я! Чуть ума не лишился из-за этакой чепухи. Чтобы окончательно успокоиться, он отламывает отростки от корневища и несет их к костру. Коротка авустовская ночь в Запольярье. Пока Васютка управился с дровами, густая, как смоль, темнота начала редеть, прятаться вглубь леса. Не успела она еще совсем рассеяться, а на смену ей уже выполз туман. Стало холоднее. Костер от сырости зашипел, защелкал, принялся чихать, будто сердился на вуглую пелену, окутавшую все вокруг. Комары, надоедавшие всю ночь, куда-то исчезли. Ни дуновения, ни шороха. Все замерло в ожидании первого утреннего звука. Что это будет за звук, неизвестно. Может быть, робкий свист пичушки, или легкий шум ветра в вершинах бородатых елей и корявых лиственниц. Может, застучит по дереву дятел или протрубит дикий олень. Что-то должно родиться из этой тишины. Кто-то должен разбудить сонную тайгу. Васютка зябко поежился, придвинулся ближе к костру и крепко заснул, так и не дождавшись утренней весточки. Солнце было уже высоко. Туман росой упал на деревья, на землю. Мелкая пыль искрилась всюду. «Где это я?» – изумленно подумал Васютка и, окончательно проснувшись, услышал оживленную тайгу. По всему лесу озабоченно кричали кедровки на манер базарных торговок. Где-то по-детски заплакала желно. Над головой Васютки, хлопотливо попискивая, потрошили в синичке старое дерево. Васютка встал, потянулся и спугнул кормившуюся белку. Она вплошенно цокая понеслась вверх по стволу ели, села на усычок и, не переставая цокать, уставилась на Васютку. «Ну, чего смотришь? Не узнала?» – с улыбкой обратился к ней Васютка. Белка пошевелила пушистым хвостиком. «А я вот заблудился. Понесся с дуру за глухарем и заблудился. Теперь меня по всему лесу ищут. Мамка ревет. «Не понимаешь ты ничего, толкуй с тобой. А то бы сбегала, сказала нашим, где я. Ты вон какая проворная!» – он помолчал и махнул рукой. «Убирайся давай, рыжая, стрелять буду!» Васютка вскинул ружье и выстрелил в воздух. Белка, будто пушинка, подхваченная ветром, метнулась и пошла считать деревья. Проводив ее взглядом, Васютка выстрелила еще раз и долго ждал ответа. Тайга не откликалась. По-прежнему надоедлива в разнобой горланиники дровки. Неподалеку трудился дятел. Да пощелкивали капли росы, осыпаясь деревьев. Патронов осталось десять штук. Стрелять Васютка больше не решился. Он снял телогрейку, кепку и, поплевав на руки, полез на дерево. Тайга. Тайга. Без конца и края тянулась она во все стороны. Молчаливая, равнодушная. С высоты она казалась огромным темным морем. Небо не обрывалось сразу, как это бывает в горах, а тянулось далеко-далеко, все ближе прижимаясь к вершинам леса. Облака над головой были редкие, но чем дольше смотрел Васютка, тем они делались гуще и, наконец, голубые проемы исчезли совсем. Облака с прессованной ватой ложились на тайгу, и она растворялась в них. Долго Васютка отыскивал глазами желтую полоску лиственника среди неподвижного зеленого моря. Лиственничный лес обычно тянется по берегам реки, но кругом темнел сплошной хвойник. Видимо, Енисей и тот затерялся в глухой угрюмой тайге. Маленьким-маленьким почувствовал себя Васютка и закричал с тоской и отчаянием. «Эй, мамка! Папка! Дедушка! Заблудился я!» Голос его пролетел немного над тайгой и упал невесомо кедровой шишкой на мох. Медленно спустился Васютка с дерева, задумался, да так и просидел с полчаса. Потом встряхнулся, отрезал мясо и, стараясь не смотреть на маленькую краюшку хлеба, принялся жевать. Подкрепившись, он собрал кучу кедровых шишек, размял их и стал насыпать в карманы орехи. Руки делали свое дело, а в голове решался вопрос. Один единственный вопрос. Куда идти? Вот уже и карманы полны орехов, патроны проверены, к мешку вместо лямки приделан ремень, а вопрос все еще не решен. Наконец Васютка забросила мешок за плечо, постоял минутку, как бы прощаясь с обжитым местом, и пошел строго на север. Рассудил он просто. В южную сторону тайга тянется на тысячи километров. В ней вовсе не затеряешься. В ней вовсе затеряешься. А если идти на север, то километров через сто лес кончится, начнется тундра. Васютка понимал, что выйти в тундру – это еще не спасение. Поселения там очень редки. Но ему хотя бы выбраться из лесу, который загораживает свет и давит своей угрюмостью. Погода держалась все еще хорошая. Васютка боялся и думать о том, что с ним будет, если разбушуется осень. По всем признакам ждать этого осталось недолго. Солнце пошло на закат, когда Васютка заметил среди однообразного мха тощие стебли травы. Он прибавил шагу. Трава стала попадаться чаще и уже не отдельными былинками, а пучками. Васютка замолновался. Трава растет обычно вблизи больших водоемов. Неужели впереди Енисей с наплывающей радостью думал Васютка? Заметив межхвойные деревья в березке, осинке, а дальше мелкий кустарник, он не сдержался. Побежал и скоро ворвался в густые заросли черемушника, ползущего тальника, смородинника. Лицо и руки жарила крапива, но Васютка не обращал на это внимания и, защищая рукой глаза от гибких ветвей, с треском продирался вперед. Меж кустов мелькнул просвет. Впереди берег. Вода. Не веря своим глазам, Васютка остановился. Так он простоял некоторое время и почувствовал, что ноги его вязнут. Болото. Болото чаще всего бывают у берегов озер. Губы Васютки задрожали. Нет, неправда. Бывают болота возле Енисея тоже. Несколько прыжков чищащу, крапиву, кусты, и вот он на берегу. Нет, это не Енисей. Перед глазами Васютки небольшое унылое озеро, подернутое у берегов ряской. Васютка лег на живот, огреб рукой зеленую кашицу ряски и жадно припал губами к воде. Потом он сел, усталым движением снял мешок, начал быстро вытирать кепкой лицо и вдруг, всыпившись в нее зубами, на взрыв расплакался.